Для трех лотков здесь стоят, само собой, это верхние, скажем так, его глаза и такой же ящик, он с задней стороны, тот там получается. Работает он, если тот на лампах, этот работает на светодиодах. То есть световая гамма, она просто неограниченная, в соответствии с, скажем так, когда можно с цветом играть, там, в красный можно добавить зеленый, в зеленый белый, с белого на синий, у него вообще безграничные возможности получаются. Камеры, камеры Nikon, пожалуйста, на них тоже можно ставить и, как его, светофильтры, для того, чтобы достигать той или иной необходимости в плане, чтобы они видели. То есть у меня есть целая, там, целая упаковка этих светофильтров, могу прям на камеру устанавливать и все. Крутой у вас фотоаппарат. Да, получается здесь 6-12 фотоаппаратов. Они могут работать как отдельно, например, на каждый лоток могу настроить один фотоаппарат, скажем так, в кавычках, один глаз можно настроить. Можно работать на всех четырех в одном спектре, можно сделать абсолютно, например, какие-то смежные вещи, образно говоря, две нижних будут работать, например, в красном спектре, а две верхних могу поставить на инфракрасном спектре. В тот же момент я могу вообще свет выключить в ней, а он будет все равно работать, чистить. Почему? Потому что инфракрасный свет в человеческом глазу не виден, но когда преподносишь фотоаппарат или там телефон с фотокамеры, то видно, что там есть какой-то свет. А выбирая, уже ты не видишь, что там светится. Да, да, да. Очень интересно, да. Так, Руслан, это специальный ключ для закрывания? Золотой ключ. Золотой ключик. Прикольно. А там обычный четырехгранник, да? Или необычный? Нет, обычный. Так, дай я подключу. Вот обыкновенный USB-код. Можно посмотреть. Обыкновенный USB-фод, куда втыкается модем. Ой, ну да, модем и все. И транслируешь куда хочешь. Ну, специалисты из Барнаула сидят в офисе, настраивают мне здесь агрегат до той частоты, которая мне необходима. Слушай, ну да, тут такая сложная техника-то и совсем. Ну да. Супер. Сейчас мы включаем. Только единственное, там продукта нету. Ну, я включить включу ее, мы поработаем. Ну, ничего не будет вылетать. Хорошо. Потому что мы еще дозаказали, скажем так, гофроштаны, для того, чтобы поставить норио рядом, ну и, соответственно, на загрузку, на разгрузку, чтобы вся эта технологическая линия была запитана до окончания, то есть уже продукт, чтобы чистый шел биг-бэк, а засоленый бичкер. И это все работает на Windows XP. Да, по-моему, Windows XP программа. Все, я не успел сфотографировать. Я успел. Сейчас откроется. У меня нет портей. Запуск Windows. Обыкновенный компьютер. То есть, образно говоря, технология настолько уже дошла, что обыкновенная ОВС, которая стоит у нас сейчас, работает и с компьютером. Взяли что-то вместе, собрали, и получается такой агрегор. Ну, сейчас всякие мониторы и датчики, они, по-моему, везде, и в чайниках уже там и так далее. Так, это что-то... А, закручиваешь, закрываешь. Все, вот здесь. Клавиатура вся. Прям на мониторе. Все программы. Здесь вот расписана вся программа, например, горчица черная, семечка, горчица. Горчица-отходы, соя, пробная пластик, горох, пластик. То есть, да, у нас... То есть, настроено на все. У нас был случай, что, когда приезжал к нам... Пластик зеленый. Человек настроили. А, это мусор в смысле? Нет, нет, нет. Что такое? Поехал настройщик, и ему позвонили из Московской области, они занимаются сортировкой пластика. То есть, вот бутылки, пластмассовые, их изреженные, и они сортируют зеленый отдельно, белый отдельно. А бывает еще, например, белая, но одна матовая, другая блестящая. И вот ее надо тоже было отсортировать. Ну, он поехал там, отсортировал, а нам программу оставил. То есть, вдруг к вам обратятся, или вдруг вы хотите пластиком заниматься. Да, все, в принципе, до безобразия просто. Вот, например, горох. Нажали на горох, выбрать. Все, идет сейчас перепрограммировка всей программы. Изменилась конфигурация ламп. Можно посмотреть сейчас, что цветовая гамма у ламп уже совсем другая. Та, которая необходима на горохе, например. Или, например, на гречихе, или на пластике. И каждый раз он сам для себя, выбирая программу заданную, настраивает. Настраивает. Настраивает, да. То есть, где-то, возможно, необходим инфракрасный свет. Он вообще вырубился для зрения, не видно. И начинает работать. Окей, все, он выбрал. Дальше старт. Это не понятно. Я хотел, как Брежнев, нажать рубильник, блин. Запустить, запустить сортировку, как Енисейскую ГЭС запускали. Блин, куда убрал? Я, запускайте, и все. Обурный оплодотник. Выбрать. Горохник, да, выбрать. Он уже стоит на ней. Если что-то поменяемое. Нет, старт. Вот рубильник там, это ключный старт, короче. Все, он работает. Также и на Зорком, ой, на Зорком, на Оптиме тоже есть. И тест инжекторов. То есть, можно проверить индивидуально каждый инжектор. Или, например, последовательный тест, выбираем, и все. И он будет полностью сам себя проверять. Тестировать, да? Да, тестировать. А он менее шумный, чем тот? Менее, да? Да, шумный. И какой большой плюс еще у этого агрегата. У него сопло 5 миллиметров. Если, например, на том 10 миллиметров, грубо говоря, сантиметр сопло. Почему и происходит, что в отход уходит много еще и горчицы. То есть, это большой плюс, например, в таком продукте, как люпин. Он гораздо крупный сам по себе. И получается, что мы на ней, на Оптиме, за счет этого выиграли то, что получилось. У нас стопроцентная частота за один проход. Нет необходимости делать рециркуляции. Потому что четко или отход, который надо реально выкинуть. Ну да, люпин крупный, там, люпин, слои. Ну то есть, крупные, крупные. Да, за один проход получается 100% и чистый отход. То есть, то, что уже даже при рециркуляции оттуда нельзя ничего выкинуть. Ну понятно, да. А так как горчица мелкая, то у Зоркова у нее сопло гораздо меньше. Соответственно, и отходы гораздо меньше. Вернее, не отхода, а годного продукта в отходе. Да. Горазно меньше. То есть, вот этот, включили проверку. Ну вот он, каждый будет проверен. Третье. Продывает каждый язык. То есть, вот где пригождается Windows XF. Но ее говорят, кстати, ведь перестали поддерживать. Да. Тут какие-нибудь, я не знаю. Нам сказали, что если вам нужна будет другую программу, мы вам скачаем. Поставим. То есть, если крюша вам уже стара, значит... Да, поставим вам Windows 8. Да. Плиточки. Так же он, с периодичностью, которую ты сам поставишь, протирает себе глаз. Скажем так. Останавливается агрегат. Туда-сюда пробежала кисточка. Прочистилась. Потому что все равно хотим. Ну да, конечно, забывается. Конечно. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...